Господин ведущий Да, госпожа Голубева Мы хотим взять решающий раунд Опа! Стоп! Останавливаем, волчат Вы хотите взять решающий раунд? Да При счете 5-4? Да Это смело Это смело Вам Вам все аплодируют Госпожа Голубева И кого же вы решаете оставить за столом? Итак, уважаемые телезрители Вы пока думаете в последние секунды По нашим правилам Команда, набравшая 5 очков, имеет право попросить решающий раунд Решающий раунд зачеркивает результаты всей игры Счет становится 0-0 За столом останется один знаток И игра пойдет на 6 очков Если этот знаток выиграет То счет будет 6-0 И объясняет, для чего госпожа Голубева это делает В надежде на то, что если Решающий раунд удастся выиграть То всем последующим командам Чтобы обойти эту команду Валентины Голубевой Придется выигрывать на решающем раунде То есть или с отчетом 6-0 Итак, госпожа Голубева Пора принимать решение Кто же это? За столом остается Владимир Степанов Владимир Степанов Ну что ж Рукопожатие робкое И мы начинаем решающий раунд Господин Степанов Да, господин ведущий А что у вас Мне показалось У вас подкова в руках Ну мы попросили не уносить Реквизит Оставили на счастье Господин Степанов Но если вы выиграете На решающем раунде Я думаю, что мы подарим вам Эту подкову Да я вообще-то не суеверный Ну на всякий случай Подкову под рукой держите Господин Степанов Ни помощи клуба Ни дополнительной минуты Ничего у вас нет Зря старался Да Ну посмотрим Может быть не зря Потому что выигрыш Выигрыш в этом раунде Вы можете себе представить Что это такое Против вас играет библиотекарь Светлана Сумачакова Город-Горно-Алтайск Республика Алтай Я прошу Естественно Всех следить За подсказками Жестами Прошу распорядителей Операторов Господин Степанов Ни в коей мере Не подвергая Ваше желание К подсказкам Просто у нас есть Невыдержанные Люди В зале Их имена Называть не будем Тем более, что это Аскеров Господин Степанов Перейдем к вопросу В начале 20 века В Петербурге Дороги находились В плачевном состоянии Частные приставы Отвечавшие За свои участки Мостовых Не могли добиться Их должного содержания И чтобы не получать Нагоняя от городоначальника Решали эту проблему Ну вы понимаете как Подкупательные Взимание вопрос Господин Степанов Кто же наживался На состоянии Петербургских мостовых В самом начале 20 века Господин Новиков Не стоит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Итак Господин Степанов Пока вы Сколько вы не играли За этим столом Всегда проигрывали Сейчас от одного ответа Зависит Поломаете вы эту традицию Или нет Ваш ответ Полагаю что Подкупали эти частные приставы Тех Кто Мог бы Пожаловаться на состояние Этих дорог То есть Они Подкупали Как эти люди назывались Они подкупали Извозчиков Извозчиков Которые Ездили по этим дорогам Всех Извозчиков Ну Видимо Может быть не всех Извозчиков Скажем так Были же у Извозчиков Например Какие-то Ну Скажем так Цеховые старшины Или как это могло Называться Не было Итак Еще раз Ваш ответ Кого Подкупали Подкупали Тех Государственных Чиновников В чьем Введении Находились Находился Извозчикский Промысел Те кому По роду Своей чиновнической Должности Нужно было Ведать Там Принимать Жалобы от Извозчиков И ведать Извозчиков Промыслом Теперь Внимание Правильный Ответ Господин Степанов Вы Практически Точно Сказали Извозчиков Но Когда я Вам пытался Намекнуть Намекнуть Каких Извозчиков Вы ушли На старшин И тех Кто их Содержал А вы Вы же понимаете Вы же понимаете Что Какое дело До обычных Извозчиков Речь шла О кучерах Влиятельных Особ Если Частный Пристав Простимулировал Кучера Вельможи То он Ехал Аккуратно Объезжая Каждую ямку Если же Частный Пристав Поскупился То кучер Растрясал Вельможу Буквально До печенок Разъяренные Вельможи Жаловались Градоначальнику А тот Наказывал Частного Пристава Поэтому Проще Было Платить На плохом Состоянии Дорог Наживались Кучера Высокопоставленных Особ Господин Цитлеров Что-то Хотите Сказать Да Господин Ведущий Первоначальный Ответ Который Дал Господин Степанов Был Именно Такой Кучера Или Извозчики Кучера Давайте Знаете Чтобы я Серьезно Относился К справедливости Вообще Слово Кучера Произнес Первым Я Извозчики После Уточняющего Вопроса Господин Степанов Сказал Начальник Этих Извозчиков Извозчики Однозначно Прозвучало Все слышали Ну как Вы же понимаете Извозчики Не вообще Все Извозчики Вы представляете Частный Пристав На улице Санкт-Петербурга Да Господин Друзь Сколько там Улицы Частных Приставов Я к вам Как специалисту По Санкт-Петербургу Обращаюсь Если Каждый Пристав Будет Платить Каждому Извозчику То вы себе Представляете Что было бы Именно Извозчики Вельможей Господин Степанов Вы согласны Что вы ответили Неправильно К сожалению Я согласен С тем Что в логику Вопроса Я не попал 6-0 6-0 В пользу Команды Телезрителей Счет 6-0 В пользу Телезрителей Команда Валентины Голубевой Проигрывает На решающем Раунде И прекращает Своё участие В юбилейных Играх 2005 года Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому